Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Я не знаю, как мне избавиться от обиды с детства на маму. Она в детстве кричала и вела себя очень плохо со мной. Один раз она так кричала, что я ей сказала, что пойду что-то с собой сделаю. Она схватила меня за руку, начала тянуть, говорит, что пошли, я сейчас тоже с тобой что-то сделаю. Когда приходили подружки и звали на пляж или поиграть, она не хотела кучу. Делать надо только чтобы не пустить меня, из-за этого у меня в детстве не было подруг. Я не могла с ней ничем поделиться и сейчас не могу, так как она все обсуждает с посторонними людьми. Либо рассказывает моей сестре, либо своей, либо кричит на меня. Я не могу сказать, что я люблю ее. У меня нет чувств к ней никаких. Когда у меня были проблемы с мужем, я уходила к родителям, она также кричала на меня, будила рано утром и говорила, что думаешь, что готовить кучу от своих детям. Если что-то не так сделала, она кричала. Если я завожу разговоры о ее племянниках и моей сестре, они вообще кричат на меня и заступаются за них и еще пытаются мне твердить, что я затрава в 16-летнем возрасте. Она в открытую говорила не раз, что сейчас для нее важнее ее сестра. Я ее сестра, мы взрослые и сами можем со всем справиться. Я не могу ей доказать, что ей должны быть важнее ее дети. Я не знаю, права я или нет. Я не говорю, что я идеальна, может быть, мне будет грех, но я ожидаю ее своей мамой. Помогите, пожалуйста, мне избавиться от всех обид. Ну, здесь нужно в первую очередь, пожалуйста, сказать следующее. Что на самом деле много боли в вас, действительно много обиды, много злосты. Но ситуация здесь заключается в том, что в детстве, когда эти все эпизоды происходили с вами, они, конечно, были очень важны, они были очень болезненны, очень травмирующими. Сейчас вы уже будучи взрослый и конфликтуем со своей мамой, пытаясь ей что-то доказать и так далее. Вы, с одной стороны, демонстрируете те самые непрофитые чувства, с одной стороны, но с другой стороны, вы демонстрируете то, что у вас отсутствуют, как бы, опоры на себя. То есть, вы сами себя не чувствуете важны, не чувствуете сами себя ценны и, на мой взгляд, как будто бы пытаетесь себя, пытаетесь доказать, пытаетесь доказать, доказать, ну, с нами, например, что вы достойны любви. Ну, не только маме, на мой взгляд, пытаетесь это доказать и своему мужу, который вел себя с вами подозрительно похожим образом, что и мама. Вот, естественно, вы привыкли чувствовать себя в состоянии жертвы, в состоянии человека, который несчастный, который ничего не может, ни на что не способны. И, в общем, ну, это позиция, позиция вот такого, такого слабого человека. Почему так? Почему так происходит? А ответ заключается в том, что у вас отсутствуют собственные векторы поведения. То есть, вот, вы сами, вы сами, как будто бы себя не направляет в модели поведения. А направляет вас, как будто бы другие, другие люди. Вот. И, на мой взгляд, это то, что вы не направляете себя сами, а направляют вас другие, другие люди, в том числе мама, делают вас очень сильно от нее зависимы. Кроме того, мне, конечно, показалось, что и сейчас у вас есть трудности с выстраиванием отношений с другими людьми. Так же, есть момент в контексте ожидания от своей мамы. То есть, в детстве ребенок, конечно, много чего ждет от своих родителей. И я бы сказал, что, ну, часто это вполне себе нормально, вполне себе обусловлено. Но именно потому, что ребенок очень часто ждет чего-то от своих родителей. Вот. Он, к сожалению, часто на них обижается. Именно поэтому дети очень часто обижаются на своих родителей. А во взрослой жизни, во взрослом взрослой, а ребенок, будучи уже взрослым, начинает брать ответственность на себя. За то, что с ним происходит. И обилия постепенно уходит. А в вашем случае это не произошло. То есть, в вашем случае вы не взяли на себя ответственность за то, чего вам хочется. В вашем случае вы продолжили, по большому счету, чего-то ждать от своей мамы. Вот. Ну и, довольно наглядно можете убедиться в том, к чему это приводит. То есть, помимо проживания боли, обиды, необходимо еще и определиться с опорой. То есть, на что бы я могла опереться в себе. Вот. Чтобы двигаться дальше. Вот. Потому что без внутренней упоры. Я бы сказал, что вам будет сложно вас, папачка, продвинуться вперед. Зачем? Вот. Вы говорите, избавиться от обид. Да, вы хотите избавиться от обид. Но для чего? Что будет, когда вы избавитесь от обид? Что произойдет в вашей жизни, когда вы избавитесь от них? Это очень важно. Потому что если вы не знаете, для чего вам избавляться от обид, то вы от них, скорее всего, избавиться не сможете. Вот. Вот. К сожалению. А для этого нужно постараться увидеть, чего же я хочу. Вот. Чего я хочу, что мне нужно, вот, какие мне ценности и так далее. И, вероятно, вам здесь нужно увидеть себя, познакомиться с собой получше. Постараться увидеть свои собственные ценности, приоритеты и так далее. Вот. А пока, пока что я думаю, что в достаточной степени можно сказать, что вы от этого далеки. И вам, конечно, интереснее в этом смысле объясняться на свою маму и, может быть, даже винить ее. Винить ее за что-то в своей жизни. Иными словами, вам есть вторичная выгода от того, что сейчас происходит. И, как мне кажется, именно с ней, с вторичной выгодой вам необходимо поработать и разобраться. У обиды очень часто есть вот эта самая вторичная выгода. Есть она и у вас. Просто пока мы не знаем, что она из себя представляет, но она есть. Сто процентов она есть. Вторичная выгода. Вот такой ответ, я думаю, можно вам дать. Вы просите помочь вам. Просите помочь избавиться от обид. Скажите, пожалуйста, а как в вашем представлении это выглядит? Как вы себе представляете то, что мы вам помогаем? Как вы видите эту помощь? На мой взгляд, это весьма важный вопрос. Если вы видите помощь в индивидуальной и регулярной работе с психологом, то вам нужно его выбрать и начать работу. А если вы надеетесь получить ответ прямо сейчас, то это заведомо путь в никуда. На этом все. Я надеюсь, что вам это было полезно и интересно. Хочется пожелать вам самого доброго. Хочется пожелать вам удачи. Вот. И обращайтесь.